Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 781, тема взаимоотношения. Притча 26.4. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Растолкуйте, пожалуйста». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «В первом случае, когда глупый придирается к тебе, цепляется, ища повода к скандалу или драке, поношению истины, веры, ты смотри на него, как на злобного пса, который может тебя укусить и даже растерзать». Матфея 7.6. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Во втором случае Соломон советует, что если этот вопрошатель глуп, но не агрессивен, разложи по полочкам всю его дурость, чтобы он увидел, как в народе говорят, что он глуп, как пробка. «Сшибись с него его спесь». Это очень хорошо умели делать первые христиане на диспутах, такие, как Иустин философ, Екатерина мученица, а более всего апостол Павел. Деяние 17.18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. Апостол Павел их разгромил их же жертвенникам и надписью на нем. Солом 113.16. «Подобно им да будут делающие их и все надеющиеся на них». Доказывая глупость поклонения идолам, Давид бросает им упрек, что они ничем не лучше этих безмозглых истуканов. Так в беседе с безбожниками и атеистами нужно указывать на целесообразность видимого мира и этим замкнуть и нечестивые уста. Римлянам 1.20. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество. От создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Соломон рассматривает идейное рождение идолопоклонства и практическое его воплощение. Язычники тоже имели свое священство, свои семинарии и академии и на полном серьезе доказывали, что существует и Венера, и Марс, где-то на Олимпии. Изучали природу, над которой были свои божества. Первые христиане очень хорошо знали историю, биографию, жития этих божеств. «И по частям разбивали эту глупость, показывая, что поклоняющиеся им суть подобны истуканам своим, и даже хуже их». При мудрости Соломона 15.19. «Вменяет себе славу, что делает мерзости. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния». Соломона 15.19.19.19.19.19.19.19.20